А знаете что? Пусть январь 24-го запомнится вот таким, с этими очередями. Помахайте ручкой! Смоленск! Господи, я вас люблю! Стоят, мерзнут мои хорошки! С этим радостным всероссийским великим стоянием. Краснодарский край, Омбургская область, Оренбургская область, Ленинградская область, Омск, Самарская область, Самарская область, Архангельская область. Реально? От Калининграда? Хе-хей! Очередь за подписями в штаб Надеждина! Хе-хей! Да Якутска! Тут очень, кстати, потеплело всего-то минут 43, и из-под снега начали появляться очереди. За гражданской погибцей! Ну и что же это, если не самый масштабный антивоенный протест в новейшей российской истории? Подпись за Бориса Надеждина, единственного кандидата против войны, может значить только одно. А как иначе? Меня посадят, если я это скажу, к сожалению. Питер – родина действующего президента России. У вас в очередях столько молодежи, люди в возрасте, наверное, совсем не приходят. Это из поста в телеграм-канале питерского штаба Бориса Надеждина. Еще как приходят! Вот, например, Людмила Николаевна Васильева. Она пережила блокаду Ленинграда и никогда не теряла надежду. И сейчас поставила подпись. Спасибо ей. А где-то там, в параллельной реальности, в то же самое время, в том же самом городе. Блокадный хлеб, каша, вальс, пушки. И не поверите, праздничная атмосфера. Это пишет газета «Комсомольская правда» 27 января. День 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Больше миллиона погибших. И комментарии под публикацией. Какая каша, какой вальс. Вы вообще представляете, что в Ленинграде в блокаду творилось? Блокада Ленинграда. Идет война с Украиной. А у них атмосфера праздничная. Это боевой листок за январь. О смелой России настоящего, вопреки параллельной реальности. А сейчас музыкальная пауза. Я хочу сказать, это не секрет вашим президентам. Я буду ищу лет. Сколько себя помню, вы всегда в власти. Это правда. Только отчасти. Главное, что надо обязательно вам знать. Меня деньгами. Надо поддержать. Творчество народов интернета. Ютьюб-канал NoFake. Кто скрывается за этим названием, ником, выяснить пока никому не удалось. И слава богу. Что касается морали. Мы забыли, наплевали. Очень много обещали, чтобы вы голосовали. Мы забыли, наплевали. Очень много обещали. Предвыборная кампания, которую мы заслужили. С этим треком можно на Евровидение ехать. Желательно в Гаагу. Читаем дальше. За Надеждина. Еще дальше. За Бориса Надеждина. И еще. За Борису Борисовича Надеждина. Я никогда не видел такого, что происходит сейчас. То есть такого массового выхода людей. Такой поддержки в соцсетях. Это значит, что у нас есть шанс. Что-то изменится, как вы думаете. Хотелось бы верить. Отойдите с дороги. Отойду. Итак. Люди привезли людям кофе. Спасибо. Спасибо. Я не голоден. Спасибо большое. Спасибо большое. Как приятно. Это, конечно, да. Песня. В интернете, да, расходятся слухи, что это очереди не собирать подписи, а что это подставные люди, либо люди, которые за дефицитом стоят. Нет, мы идем подпись за Бориса Борисовича Надеждину ставить. А почему вы хотите поставить подпись за Бориса Борисовича Надеждину? Я? Ну, потому что я его политику читала, за его политическое действие. Я давно слежу. И потому что пора власть менять. Ну, сколько можно? Мы привыкли, что вперед ногами только выносят наших правителей. Надо просто, чтобы была нормальная демократическая смена власти. Резонный вопрос из пабликов. С очередями на Надеждина все ясно. А кто вообще видел хоть какие-то очереди на Путина? Телеграм-канал «Дозор» в Волгограде сравнил, как выглядят точки сбора подписей за Путина и за Надеждина в городе. Что уж тут комментировать? Вот Надеждин. Вот Путин. И еще один вопрос из пабликов. А чего это коробки с подписями за Путина такие невесомые? Вот это, на секундочку, соцсеть государственного информационного агентства РИА Новости. Более того, ее ведут журналисты кремлевского пула. Но как будто бы они не соцсеть, а подрывную деятельность ведут. Например, Путин в Петербурге навел порядок, сложил и скрепил свою речь. Смешно. Но тут все такое. Путин рассказал, что вчерашний вечер в Кремле он провел с Мишустиным. Все, точка, отличная новость. А вот тут же симпатично Путин в теплице послушал про помидоры и цветочки, потому что красота спасет мир. Конец цитаты. И совсем свежее. Меню торжественного ужина в Константиновском дворце с участием президентов Лукашенко и Путина. Солянка грибная с картофельным пончиком. Угольная треска. Антрикот из говядины. Форель, гребешок, мусс, щербет. Ужин состоялся 29 января 2024 года. Шел 705-й день полномасштабной войны в Украине. Антивоенное движение «Очнись» в середине января запустило проект «Калькулятор войны». Считайте сами. Это сайт, где любой желающий может узнать, на что могли бы пойти деньги, которые власть тратит на производство беспилотников, кинжалов, искандеров и прочего для войны с Украиной. На сайте можно добавить в корзину несколько ракет, а затем конвертировать их стоимость в подборку гражданских объектов и социальных благ на такую же сумму. Так, например, цена одной ракеты может соответствовать стоимости одной пересадки сердца, двум каретам скорой помощи, двум приютам для животных, двум паркам и одной детской площадке. Я призываю всех бойцов Башкирии покинуть территорию Украины и вернуться на свою родину для защиты своей земли и своего народа. Пока вы воюете за амбиции одного человека, ваш народ бьют дубинками ОМОН и Росгвардия. Возвращайтесь на защиту своей земли. Протестный Башкортостан здесь январь 24-го запомнится и таким тоже, когда все за одного. За активистов Аиля Алсынова суд в городе Баймак приговорил его к 4-м годам колонии, якобы за разжигание ненависти. Всем, кто приехал меня поддержать, всем огромное спасибо. Я это никогда не забуду, я свое имя не признаю. Всегда боролся за справедливость, за свой народ, за свою республику. Все, применяют уже какие-то свето-зумовые гранаты, грызгуют прямо с канистром каких-то. Горожане начали открыто и абсолютно бесстрашно обвинять государство в терроризме. Это метод террористов. Значит, наш глава Башкортостана – это террорист, а прокурор Башкортостана этому потворствует. Протестом присоединилась столица республики – Уфа. Черный январь. Более ста человек задержанных и арестованных во время и после митингов, которые продолжались с 15 по 19 января. А потом… А потом была очередь на Надеждино. И тут жители Башкортостана тоже не могли молчать. Да, Коля, терпеть все это. Хотите перемен, да? Да не то, что перемен. Я хочу нормальной жизни. Чтобы у всех она была, эта жизнь. Я хочу перемен. Я хочу, чтобы мой сын занимался любимой профессией. Чтобы у него было будущее, у моей семьи, у моих детей. Я хочу иметь продолжение рода. Вот. Я считаю, что только в свободной стране это будет нужно. Дорогие башкирцы, у меня сегодня ваш маленький флаг и моя маленькая душа. Я не буду говорить это от хабаровчан. Я говорю лично от себя. Я говорю это лично от себя. И мы хотим вам передать наш привет. Я понимаю, вы сейчас в той же ситуации, что и мы. Башкиры, вам от нас привет. Свободу, башкири! Свободу, башкири! Свободу, башкири! Свободу, башкири! И в Хабаровске январь стал месяцем задержаний. Кого-то забрали за день до визита президента Путина в город, кого-то взяли сразу после. Активист Зигмунд Худяков к нему пришли прямо домой. Активист Андрей Стофеев его задержали на рабочем месте. А Людмила Фролова и Лидия Губина были задержаны на одной из центральных площадей. И теперь в городе протестуют парковые скульптуры, персонажи бременских музыкантов. Кто ж их посадит? Спасибо хабаровской полиции, что ей не до нас. В 23-летней борьбе с коррупцией победу одержала коррупция. Вот такой тихий протест по всей стране. Молчание тоже может быть знаком несогласия. Пацифик на льду Онежского озера. Надежда и ее маленький оркестрик где-то под Питером. Зачем тебе война? Мир Украине на городской елке в городе Иваново. Рост цен, тарифов, нищеты, дружок, все это выбрал ты. Блокат в Челябинске. И вот в одном из подъездов Омска однажды вы очнетесь и поймете, что участвовали в грандиозном спектакле, а целью его было ваше испытание на человечность. А что увидели вы? Как ваш регион борется за мир в Украине и свободу в России? Пишите нам, комментируйте, присылайте свои истории. И до встречи через месяц в смелой России настоящего. Субтитры создавал DimaTorzok